Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я для вас буду готовить очень вкусную выпечку к чаю под названием медвежья лапа. Я уже когда-то выпекала эту выпечку, эту на своем канале у меня уже есть видео рецепт, но сегодня я буду делать немного по-другому, и они немного отличаются от тех, которые уже есть у меня рецепт. Итак, давайте же приступать, и вы сами все увидите. Нарежьте твердое сливочное масло кубиками. К просеянной муке добавьте измельченное масло и вымешайте до полного объединения. Получившееся тесто уберите в холодильник. Половину муки мы с вами использовали с маслом, и теперь оставшуюся муку, это примерно 284 грамма получается, со сухими дрожжами соедините. К теплому молоку добавьте ванильный сахар, сахар обычный, и размешайте, чтобы сахар начал растворяться. Добавьте щепотку соли в молоко. Добавьте одно яйцо, предварительно болтайте его, чтобы легче было объединять с молоком. Хорошо размешайте. Теперь к дрожжам и муке добавляем эту основу и вымешиваем. Добавляем в нашу масляную основу. Хорошо перемешиваем, чтобы масса стала вся влажной. Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, раскатайте прямоугольный лист размером 50 на 30 сантиметров. У вас получится такой вот прямоугольный лист из теста. Теперь тесто нужно нам сложить, начиная с узкой стороны треугольника, 3 слоя. Старайтесь подтягивать, чтобы было все равномерное тесто. Складываем его 3 слоя. После того, как тесто мы выровняли, теперь то же самое повторяем, как первый раз. Сейчас мы раскатываем прямоугольный лист, точно так же сворачиваем и убираем в холодильник это тесто минимум на 4 часа. Тесто хорошо обмотайте пищевой пленкой, чтобы оно не обветрилось, и убираем в холодильник. Теперь приступаем к приготовлению начинки миндальной. Муку используем миндальную, добавляем щепотку соли, щепотка, 1 четверть чайной ложки, добавляем сахарную пудру и хорошо объединяем эти сухие компоненты. Не должно быть комочков отдельно пудры, поэтому тщательно размешайте. Добавляем чайную ложку аромата миндаля и 1 белок яичный. И замешиваем. Когда хорошо вымесили, у вас получится мягкая, эластичная паста. На наш рецепт вы можете делать двойную порцию, чтобы было достаточно у нас начинки. Уберите нашу начинку миндальную в холодильник, накрыв пищевой пленкой. Достаньте тесто из холодильника, поделите пополам, чтобы нам было легче с ним работать. Одну часть можете убрать в холодильник, чтобы тесто не таяло. А здесь мы начинаем работать. Просыпаем мукой, чтобы тесто не переликло. И раскатываем тесто. Тесто не должно у нас получиться толстым. Примерно вот такой вот толщины. Все, тесто мы раскатали. Вот у меня показывает 46 см. Вот наш пласт, который мы раскатали. 46 см на 22 см. Такой вот плать получился. Теперь нам нужно поделить этот пласт равномерно пополам. И вот эту полоску, которую мы сделали, нам нужно поделить еще раз пополам. На три части равномерные. На каждый квадрат мы кладем начинку 200 чайные ложки нашей пасты минданной. И хорошо распределить нужное. Кладем в центр, потому что мы будем потом сгибать одну часть теста и накрывать. Чтобы края у нас были без начинки. И немного придавливаем, чтобы тесто соединилось друг с другом. Все то же самое проделываем с остальным тестом. Теперь делаем у нас два края теста. Поворачиваем лицо в себе. И не доходя до нашей начинки, разрезаем полосочки, образуя как пальцы от лапы. И разровняйте, чтобы они друг с другом не соединялись. После того, как сделали разрезы и отделили эти пальцы друг от друга, положите их до увеличения в размере, на расслойку этого теста всего. Где-то на один час. Накройте и оставьте в теплом месте. Смешайте желток и молоко. И промажьте сверху все тесто. Теперь из ореха миндаля мы с вами вырезаем такие, как подобие ногтей. И кладем на каждый палец ноготь. Немного придавливаем. Духовку поставьте разогреваться на 190 градусов. И отправляйте в духовку выпекаться минимум на 15 минут, чтобы получился такой золотисто-коричневый цвет, чтобы они хорошо у нас подрумянились. Вот такие у нас медвежьи лапы получаются. Все, отправляем в духовку. Выпекаем до готовности. Наши беокла, или по-русски медвежьи лапы, готовы. Такие аппетитные, интересные. Угощайте своих родных и близких. Приятного вам чаепития. До скорых встреч. Пока-пока.